Привет, друзья! На связи МК. Недавно я рассказывал про дешевые ноутбуки на Intel 100. Сегодня поднимемся на уровень выше. Ноуты до 40 тысяч на Ryzen 7000. Если вы думаете, что здесь будет стоять мощный современный чип с графикой, которая потянет Cyberpunk, спешу вас расстроить. В этом сегменте вас попытаются запутать и обмануть. AMD полностью переименовала название мобильных процессоров и теперь первая цифра не значит вообще ничего. В одной линейке находятся чипы на трех разных архитектурах с двумя видами памяти и тремя поколениями встроек. Все это зашифровано в Rebus, который AMD сама же и нарушает. Сегодня разберемся во всем этом безобразии. Какие ноутбуки на Ryzen 7000 можно брать, а какие гарантированно вас разочаруют. Посмотрим, можно ли ускорить мобильные ряженки методом отключения ядер, на примере Ryzen 5 7430U и проверим, что может современный ноутбук за 40 тысяч рублей. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Разбираемся в самой популярной линейке мобильных процессоров от AMD. Поехали! Игровые мониторы давно перестали быть диковинкой для богатых гиков. Специально для тех, кто не хочет мучиться с масштабированием на 27 дюймах, компания Thunder Robot представила недорогой игровой монитор Silver Wing. При разрешении 1920 на 1080 пикселей даже на недорогих видеокартах можно почувствовать все возможности быстрой 165-герцовой IPS-матрицы. Время отклика всего 1 мс, яркость более 300 нит, а покрытие DCI-P3 на 90%, что позволит наслаждаться сочной и правильной картинкой в любых играх и фоторедакторах. Поддержка технологии Adaptive Sync избавит от разрывов кадров. Thunder Robot Silver Wing имеет приятную атмосферную подсветку задней панели, а регулируемый стенд с безрамочным дизайном позволит идеально вписать монитор в любое окружение. Отсутствие шим и поддержка технологии Low Blue Light снизит усталость глаз после длительных игровых баталий, а антибликовая панель избавит от паразитных засветок. Узнайте больше о мониторах Thunder Robot по ссылке в описании. Сейчас я вас, скорее всего, запутаю, но потом вы увидите нашу сводную таблицу, преисполнитесь, и мир мобильных процессоров Ryzen станет для вас абсолютно понятен. Кому не интересна теория, щелкайте по тайм-кодам. Мухлеж в названиях мобильных процессоров для AMD уже норма. В до сих пор популярной линейке Ryzen 5000U четная вторая цифра означает использование архитектуры Zen 3, а не четная Zen 2. Вот так второй знак после запятой может отнять 20% производительности и замедлить старший Ryzen 7 до Ryzen 5. На удивление, в 6000-й линейке включили логику. Здесь все процессоры построены на Zen 3+. Но, как оказалось, это было затишье перед бурей. Январь 2023 года. Компания представляет микс из Ryzen 7000. Число ядер от 4 до 16. Архитектуры от Zen 2 до свежей Zen 4. Техпроцессы от 7 до 4 нанометров. И три вида графики от Vega из первых Ryzen до топовых встроек на RDNA 3. Разумеется, у AMD есть наглядные таблички, взглянув на которые, мы легко разберемся, что к чему. Ведь есть же? Как вы уже догадались, таких табличек в сети нету. Компания выкатила две поясняющие картинки. Первая разбирает новые названия. Это просто победа маркетологов. Цифра в начале всегда была самой важной. А теперь это просто год выпуска. Семерка 23, а восьмерка 24. И AMD уже нарушила это правило. Не все Ryzen 8000 вышли в 2024 году. Но все они работают на Zen 4. Вторая, как и раньше, показывает ранг чипа внутри линейки. И с одной архитектурой это должно работать отлично. Но их тут три. И смысл просто теряется. Гении из AMD запихнули архитектуры в третью цифру, на которую никто никогда не смотрел. И даже здесь маркетологи облажались. Ведь, например, 3 это сразу и Zen 3, и Zen 3+. Всего лишь один плюсик, но первые чипы умеют работать только с DDR4, а вторые только с DDR5. И встройка тоже отличается на поколение, что резко разграничивает ноутбуки с такими процессорами. Причем, приоткрою вам секрет. Узнать точную архитектуру по номеру модели можно, но маркетологи почему-то объяснить это нормально не смогли. По их мнению, последняя цифра показывает позицию чипа внутри конкретной подлинейки. Но на самом деле, 0 это обычная Zen, а пятерка это Zen с плюсом. Ладно, есть вторая таблица. В ней почти все процессоры четко разделены по архитектурам. В линейке Ryzen 7040 потолок не 8 ядер, а 16. Существует еще один единственный процессор с индексом 36, созданный непонятно для кого и зачем. И что не очевидно, не все процессоры с индексом Ryzen 7045 подходят для экстремального гейминга. Шестиядерный 15-ваттный Ryzen 5 7545U, у которого 4 ядра, малые, вряд ли поставят в топовый игровой ноутбук. В общем, вывод один. Хотите точно узнать, что внутри мобильной 7000-й ряженки? Прямая дорога на официальный сайт AMD. Даже не пытайтесь включать логику. Формально Ryzen 7440U должен быть быстрее 7430U, который мы сегодня будем тестить. На деле первый имеет 4 ядра Zen 4, 3 из которых урезаны, а второй 6 полноценных ядер Zen 3. То есть процессор с меньшим индексом будет быстрее в реальных задачах. Но мы все-таки решили правильно структурировать все мобильные процессоры. Тут их 31. Встречайте, дополненная исправленная таблица ноутбучных Ryzen 7000. Теперь все гораздо наглядней, давайте пробежимся по линейкам. Базовый Ryzen 7020 это огрызки от Steam Deck. Valve заказала у AMD кастомный чип для своей консоли, а красные решили, что не стоит пропадать добру. По процессорной части отличия от паровой трубы нет. И Ryzen 3, и Ryzen 5 имеют по 4 ядра Zen 2 на частоте около 3,5 ГГц. Архитектура не самая свежая, но Steam Deck до сих пор способен тянуть современные игрушки на минималках в HD. Так что для мультимедийных ноутбуков этого хватит. Графику в 7020 AMD знатно покоцало, оставив Radeon 610M всего 2 блока на RDNA 2 из 8 возможных. Это даже ниже уровня дохлых встроек из настольных 7000 Ryzen. К слову, ОЗУ тут стандарта LDDR5, то есть распаяна и заменить ее не получится. Стоит учитывать это при покупке. Следующие цифры Ryzen 7030. Вот тут без изысков. AMD просто взяла мобильные Ryzen 5000U и немного их разогнала, даже не трогая техпроцесс. Архитектура Zen 3 с числом ядер от 4 до 8, старая добрая графика Vega, память DDR4, в некоторых моделях ее можно заменить. Ryzen 7035 и единственные 7036. Тоже они нам знакомы. Это мобильная 6000 линейка в чистом виде. Здесь есть как ультробучные U-модели с теплопакетами около 15 Вт, так и более быстрые HS на 35. Физически это одинаковые процессоры. По частотам разброс минимален, вся разница в производительности идет только из-за увеличенного TDP. Тут есть подстава от AMD. И Ryzen 3, и Ryzen 5 комплектуются графикой Radeon 660M. Но у пятерок в ней 6 блоков, у троек только 4. В любом случае, 600-я серия графики – значительный буст в сравнении с Vega. И частоты выше, и архитектура RDNA 2 с поддержкой трассировки. На топовой 680M можно играть даже в Cyberpunk. Мы проверяли. Но память здесь только DDR5. Стоит помнить про 8-гигабайтные модули, которые будут медленнее 16-гигабайтных, примерно на 10% из-за неполного чередования банков. Фактически все эти линейки чипов в том или ином виде продажа старья. Ну или по-научному ребрендинг. Действительно новые процессоры на Zen 4 стартуют только с линейк Ryzen 7040 и 7045. Но и здесь вас попытаются запутать. Отделим мух от котлет и сначала давайте разберем более простые модели с индексами U и HS. Ядерная формула здесь не изменилась. Ryzen 3 имеют 4 ядра, Ryzen 5 – 6, а Ryzen 7 – 8. Линейка Ryzen 9 формальная, подличается от семерок только повышенными частотами, которые с учетом смешного для восьмиядерников теплопакета в 35 Вт никогда никто не увидит. Есть два процессора исключения, набранных большими ядрами Zen 4 и малыми Zen 4S. Физически они одинаковы, младшие кокосы более энергоэффективны и компактны, но способны буститься до меньших частот. Техпроцесс самый новый – 4 нанометра TSMC. Интегрированная графика тоже апнулась до самой свежей RDNA 3. Здесь никаких подстав нет, младшим досталась 4-блочная Radeon 740M, среднячкам 8-блочная 760M, ну а старшим полная Radeon 780M на 12 блоков. Поддерживается только DDR5. Из новых фич в некоторые чипы встроен нейроблок, который работает с ИИ, но толку от него пока что нету. Ну и под конец топы. Те же Ryzen 7040 и 7045, но уже с индексом HX, то есть с теплопакетами от 55 Вт и выше. Фактически это клоны настольных Ryzen 7000 с той же ядерной формулой, поддержкой разгона и заменяемой DDR5. Модели стартуют от младших 6-ядерных Ryzen 5 и простираются до 16-ядерных Ryzen 9 с 3D кэшем. На интегрированную графику тут обычно никто не смотрит, но в большинстве чипов она есть и активна. Это та же Radeon 610M, которая нужна только для экономии энергии при отключении дискретки. С теорией разобрались. Еще раз самое главное. Если вы видите в магазине ноутбук на свежем Ryzen 7000 за 30-40 тысяч рублей, не спешите тратить свои кровные. Найдите точную модель процессора на сайте AMD и с высокой долей вероятности чип будет перемаркированным старичком, для которого это и есть красная цена. Теперь практика. До этого мы разбирались с Intel N. Это лучшие процессоры для учебных ноутбуков за 20 с копейками тысяч. Добавив десятку сверху, можно найти модели с живой графикой на Ryzen 5 7430. 6 ядер на Zen 3, старая добрая Vega 7, теплопакет в 20 ватт, 16 гигабайт ОЗУ и Full HD IPS экран. Выглядит неплохо, поэтому для тестов за 41 тысячу я купил вот такой вот Lenovo. Если честно, сюрпризов он подкинул больше, чем любой другой ноутбук, наверное, за год наших тестов. В CPU-Z процессор определяется без всяких проблем. Встроенный тест показывает уровень немного ниже Ryzen 5 5600U, что и должно было быть. Эти процессоры физически одинаковы, а разница в попугаях идет только из-за большего разброса TDP, от 15 до 28 ватт. Geekbench 6 это подтверждает. Результаты формально свежего Ryzen 7000 в среднем тоже чуть ниже, чем у трехлетнего 5600U. Но у последнего тут разброс по попугаям аж в полтора раза. В 7-Zip картина повторяется. Ryzen 5 7430U на 15% медленней, разогнанного китайцами до 38 ватт, Ryzen 5 5 625U, который мы не так давно тестили в дешевом мини-ПК. U-процессоры крайне сильно зависят от теплопакета, и по всей видимости инженеры Lenovo его порезали. Узнаем, насколько в Cinebench. Долгий нагрузочный тест показал, что процессор в итоге стабилизируется всего на 16 ваттах при частоте в 2,7 ГГц. То есть практически на возможном минимуме. Китайцы тут, конечно, перестраховались. Температура самой горячей точки Ryzen не превышает 70 градусов, что для ноутбука отличный результат. Исправим это недоразумение в полупустом BIOS. Ставим профиль на экстремальную производительность. Теперь камушек начинает тест сайна при 25 ваттах, греясь под 85 градусов. Но теплопакет медленно и плавно падает, и в итоге Ryzen 7430U стабилизируется на 20 ваттах при частоте в 3 ГГц. И температуре чуть ниже 80 градусов. Исправить ситуацию софтово через XTU нам не удалось. Настройки теплопакета и андервольтинга применяются, но не работают. Бездымный умав, закинутый на флешку, работает со скрытыми параметрами BIOS, он тоже не помогает. Никаких дополнительных крутилок производительности у процессора не появилось. Так что работаем в стоке. Наш потолок 20 ватт, хотя система охлаждения явно может вывести больше. Гомеопатический рост TDP на 4 ватта после изменения профиля в BIOS на деле прибавляет в бенчмарках где-то 5-7% производительности. Приятно, но хотелось бы больше. Переходим к видеокарте. В GPU-Z она определяется просто. Radeon Graphics. На деле это до последнего транзистора обычная Vega 7 из Ryzen 5600U. Тут нет даже формального разгона. Частота все те же 1800 МГц. В бенчмарке 3DMark Time Spy результат чуть ниже нормы. И виновник проблем нашелся быстро. Это оперативная память. 3200 МГц с конскими джедовскими таймингами меня уже не удивляют, но вот задержка больше 100 нс. Это, конечно, плохо. Lenovo, как и другие производители некоторых ноутбуков на Ryzen используют режим работы контроллера памяти не 1 к 2, а 1 к 4. Это дополнительно замедляет и без того не самую быструю оперативку. И проблему можно было бы исправить. Бездымный умав дает менять тайминги и частоту, но любое изменение дефолтных параметров приводит к тому, что ноутбук приходится разбирать, потому что ноут виснет, но благо на плате есть полноценная батарейка BIOS. Прямо как на десктопных материнках. И да, думаю, такая система охлаждения с отводом 30 ватт тепла бы справилась. Так что этот ноутбук практически не поддается настройке. Спасибо, что можно хотя бы выделить 6-ядернику 20 ватт. Но давайте проверим интересную теорию, которую нам подкинули в комментариях, попробуем отключить несколько ядер у зажатого по TDP процессора, и посмотрим, есть ли прирост от этого в играх и рабочих задачах. Ну, раз у нас тут свежая платформа 23-го года, начнем с Киберпанка. Сразу ставим 900p и FSR на ультрапроизводительность. В таком режиме можно получить около 35 FPS по бенчмарку с реальным разрешением на уровне старых цветных Nokia. Хорошо заметно, что 20 ватт 6-ядернику не хватает. Графика не держит максимальные 1800 МГц, процессор временами ныряет к частотам третьих пиньков. Пытаемся это исправить. Шесть ядер Zen 3 — это перебор для простенькой веги, поэтому через MS Config можно провести хирургическую операцию по удалению двух яиц. В таком случае они перестанут потреблять драгоценные ваты, и оставшиеся ядры с графикой смогут буститься сильнее. В Кибере прирост от кастрации заметен сразу. Теперь процессор ниже 2 ГГц не падает, а встройка железобетона держит 1800 МГц. В итоге средний FPS по бенчмарку вырос на пару кадров. Вроде бы пусяк, зато бесплатно. А что если докинуть к цене ноутбука еще 1020 и поискать решения на более честных Ryzen 7000? Много моделей на Ryzen 7735H. Это клон Ryzen 7 6800H с графикой Radeon 680M на архитектуре RDNA 2. И это абсолютно другая лига. В киберпанке на низких настройках графики Full HD с FSR на качество можно получить комфортные 40-45 кадров по бенчу с адекватной картинкой. Это мы знаем, потому что мы проверяли это в минике. А если прыгнуть еще выше, к настоящему Ryzen 7 940Hs на Zen 4 и свежий Radeon 780M, то FPS будет за полтинник. Вот так изменение третьей цифры после запятой может в разы бустануть графическую производительность. Ох, вернемся к нашему Ryzen 5 со старенькой вегой. В красивой гонке в Forza Horizon даже на минималках Full HD 20 Вт хватает. Интегрированная графика почти всегда работала на максимальной частоте, поэтому отключение двух ядер вообще ничего не дает. Да, Ryzen начинает реже терять частоту и снижается количество пропущенных кадров, но здесь играть явно не стоит свеч. Порядка 30 FPS для гонки это маловато. Исправить ситуацию поможет только переход на более свежую RDNA графику. 680M справляется с фарзой Full HD и FSR в качестве при средних настройках графики около 60 FPS. Свежая максимальная 780M вообще уходит в отрыв, одна из самых красивых гонок современности, отлично играется даже на высоких настройках графики. Как можно было ставить таких монстров в одну линейку с какой-то вега? Лиза Су его знает. В Far Cry на Ryzen 7430U ситуация такая же, как и в Farze. Графика всегда бустит на 1800 МГц, упора в проц нет, поэтому отключение пары кокосов никак не влияет на средний FPS и даже немного просаживает редкие кадры. В любом случае, нестабильные 30 кадров с низкими настройками графики и мыло FSR первой версии это едва играбельный результат для шутера. И снова переход на RDNA закапывает вега. На 680M и 780 можно смело выставлять среднюю графику без апскейлеров. Ладно, в киберспорте Ryzen живет своей жизнью. Dota 2 однопоточная игра с постоянным упором в процессор, поэтому даже при 80 FPS стройка прохлаждается с нагрузкой около 60%. Но вот частота в несколько сотен МГц явная вранье мониторинга с учетом низких настроек Full HD. Процессор при любом числе ядер бустится за 4 ГГц, поэтому отключение кокосов ничего не дает. В любом случае, кадры даже в замесах остаются адекватными и провести пару каток вечерком на таких ноутбуках можно. Раз в Full HD на средне-низких идет Dota, с танками тут точно не будет проблем. Графика не всегда нагружена на 100% и временами немножечко сбрасывает частоту, а процессор даже на 4 ядрах выписывает ламбаду с прыжками к 1400 МГц. Но играть в игру в любом случае комфортно. На средних настройках в HD клиенте кадры редко падают ниже 50. В потяжелевшем втором Counter-Strike тахикардия у Ryzen продолжается. Процессоры и графика временами серьезно теряют частоты. Отключение двух ядер картину не меняет. На максимальных настройках графики в Full HD с FSR на быстродействие можно получить нестабильные 60 FPS. Потомственные киберкотлеты не оценят. Но фризов и импутлага нет, при желании поиграть можно. Пробежимся по нестареющей классике. В третьем Ведьмаке на низких настройках в Full HD с FSR на производительность можно получить не только жирную порцию мыла, но и играбельные 50 FPS. Отключать ядра снова нет никакого смысла. Оставшиеся кокосы бустятся слегка сильнее, но упор и так был во встроенную графику. Поэтому лишних кадров кастрация не приносит. Мой вывод какой? Нет никакого смысла отключать эти ядра. В данном случае даже 20 Вт хватает, чтобы графика успела вспотеть. Поэтому дальше я покажу вам тесты в нескольких игрушках на стоковых 6 ядрах. Раз уж мы показывали в тестах N100, что поиграть не получится даже в старые игры, давайте посмотрим, что может этот проц. Побегать по обновленным пустошам формального ремастера Fallout 4 можно в Full HD с низкими настройками графики при 35-40 кадрах. Графика, конечно, простенькая, но вот стабильность максимальная. Vega всегда бустит до 1800 МГц. Процессор отдыхает на частотах за 3 ГГц, поэтому график фреймтайма почти идеально ровный. В неумирающем Скайриме можно на низких Full HD получить 40-45 кадров. Снова упор во встройку. Процессор хоть и падает до 1400 МГц, графике это не мешает. Поэтому никаких фризов и лагов. Поиграть в Скайрим тут можно. Ну и в уже очень старой GTA V при стандартно минимальных настройках графики в 1080p никаких проблем. Видеокарта стабильно работает на 1800 МГц, а 6 ядер на Zen 3 не становится бутылочным горлышком. Опять двоякое чувство. За 40 тысяч рублей на 6-ядерном псевдо-новом процессоре с 16 гигабайтами оперативки это неплохой вариант. Дисплей здесь куда лучше, чем в ноутбуках за 20-ку. Динамики не трещат от басов. Можно даже немножечко поиграть. Мне не понравилась клавиатура с полукруглыми урезанными кнопками, но это дело вкуса. Ноутбук неплохо собран, это уверенный мультимедийник. С другой стороны, Vega из 2018 года и архитектура Zen 3 в новом процессоре. Серьезно? AMD пошла по пути Intel, она во второй раз продает нам одни и те же железки, просто поменяв шильдик. Никто не спорит, шестиядерник на третьем Zen все еще может, но Vega в сравнении с современными 680-ми просто динозавр. Почему нельзя было оснастить вот эти свежие процессоры, пускай Zen 3, но видеокартой на RDNA 2? Ответ очевиден. Проще дать команду девочкам из маркетингового отдела устроить брейншторм и придумать новые названия. Покупатели увидят Ryzen 7000 и разберут старые процессоры под видом новых. Чтобы замести следы, Vega 7 даже переименовали в безликую Radeon Graphics и убрали упоминание архитектуры с официального сайта. Так что даже скриншот из GPU-Z не поможет. Приходится гуглить, что это за Барселло и сколько в нем градусов. Увы, за 40 тысяч рублей вам продадут ноутбук с графикой, которая стоит в мини-ПК за 25 тысяч и при этом она еще слабее, потому что тут меньше TDP. Вообще 400 баксов это ниша и ни туда и ни сюда. Ноуты на по-настоящему новом Ryzen 5 7540U, которые на Zen 4 с крутой графикой на RDNA 3 стартуют от 65 тысяч. А за такие деньги можно найти модели уже с дискретной графикой. Смысл технического прогресса в том, что продавать новые технологии за старые деньги, а не наоборот. Половина старших Ryzen 7000 пересекаются с 8000 серией. Это классический ремастер. Хорошо хоть в новой линейке все процессоры на Zen 4. Но это все временно. AMD настолько понравилось жонглировать названиями, что следующие мобильные камни назовут Ryzen i300. Линеек 100 и 200 не ищите, их не было и не будет. Все потому, что 300 звучит внушительней по сравнению с будущими Core Ultra 200. Так что через годик мы будем разбираться с новыми идеями маркетологов обеих компаний. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании ссылочка на нашу телегу и группу ВКонтакте. Там мы ежедневно публикуем интересные IT-новости. Подписывайтесь. Жду вас в комментариях. Пока.